Силовикам, похоже, удалось раскрыть загадочное убийство первоуральского бизнесмена Евгения Старцева, руководителей совладельца нескольких компаний, связанных с черными металлами, их производством и продажей, и по внештатному совместительству общественного борца с черными лесорубами. Именно версия о кровавой месте порубщиков для родственников предпринимателя после трагедии долго оставалась приоритетной. По сообщению первоуральских СМИ, позавчера был задержан 58-летний екатеринбуржец, которого следствие подозревает в смертельном ранении Старцева. Прошлой осенью 9 сентября 41-летний предприниматель, прихватив ружье, уехал в лес на квадроцикле, побещав жене вернуться через пару часов. Больше живым его никто не видел. Через два дня, в предрассветных сумерках, в районе Борсучьей горки, поисковики наткнулись на квадроцикл, а 8 часов спустя, в полукилометре от него, нашли и тело Старцева с огнестрельным ранением в плечо. Ружье валялось рядом. Криминалисты не обнаружили на теле явных признаков криминала. Эксперты подтвердили, что он скончался от потери крови. Но с пулей, извлеченной из тела, заминка вышла. По калибру она не совпадала с патронами в ружье Старцева. Именно тогда родственники бизнесмена и высказали предположение, что Евгения, бизнесмена и многодетного отца застрелили то ли браконьеры, то ли черные дровосеки. За последними, к слову, на общественных началах и гонялся Старцев. Снимал их по рубке на видео, чтобы передать в прокуратуру. Сегодня Первоуральский суд должен был избрать меру пресечения для стрелка, который, как предполагается, тяжело ранил бизнесмена и оставил его умирать в лесу. Подробностей, правда, пока нет, так что полную разгадку таинственного убийства в лесу под Первоуральском придется немного подождать.